Татьяна Солянова из Сорска уже уверенно ходит по коридору травматологии Абаканской больницы. Конечно, еще с помощью костылей, но через 2-3 недели может навсегда забыть про них, как и про сильнейшие боли в ноге. Ей одной из первых абаканские травматологи заменили коленный сустав. Дома решила на три соли что-то достать. А одна живу дома. Ну, в таборетку-то я кое-как забралась, а, видимо, слезать встала, и нога у меня соскользнула, и я упала. Вот, вызывала скорую, и потом уже не могла ходить. Татьяна Солянова от врачей услышала неутешительный диагноз. Травма настолько серьезная, что восстановить нормальную работу колена вряд ли удастся. Необходима замена сустава. Раньше такую операцию делали лишь в крупных клиниках по квоте. Но добираться в другой город пришлось бы за свои средства. Поэтому, когда главный травматолог Минздрава Хакасии Вадим Коган сказал ей, что такие операции делают и в Абакане, Татьяна Николаевна с радостью согласилась. Операция, конечно, сложная, многочасовая. Изношенную часть сустава убирают, заменяют ее специальными материалами. Все должно быть сделано с ювелирной точностью. Зато пациент буквально за несколько недель возвращается к нормальной жизни. Уходит болевой синдром, который имелся при наличествующем заболевании. То есть он сразу в обслуживании себя гораздо лучше чувствует. Уходит боли. И он уже восстанавливается. И качество жизни больного резко улучшается после эндопротезирования. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов – это лишь одно из нескольких направлений высокотехнологичной медпомощи, которая оказывается в четырех клиниках Хакасии. Пациентам делают сложные гинекологические операции, вставляют стенты в коронарные сосуды сердца, лечат глаза, помогают больным других профилей. Лицензии имеют Республиканская и Абаканская межрайонные больницы, офтальмология и роддом. С 2015 года высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в медицинских организациях Республики Хакасия. И такой вид помощи уже получило 545 жителей республики по семи профилям. И планируется, что в 2016 году это количество будет увеличено практически в два раза. Так что число пациентов, получающих квоты на лечение в ведущие федеральные центры, будет снижаться. Зачем путешествовать в другие регионы, если врачи в Хакасии могут сделать такую же точно операцию? Виктор Лужников, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.